Так, друзья, всем привет еще раз. Сегодня у меня такое специальное видео. Я хотел бы немножко прояснить историю с серией интерактивных графиков, которые я создал по теме ссыльных горцев из территории Северного Кавказа в 1860-65 годы примерно, которые ссылались во внутренние губернии России или Сибири или так далее, в Российской империи шире. И здесь я хотел бы пояснить, как работает этот механизм с графиками, как им пользоваться и что там смотреть. Напомню, что эти графики созданы на основании списка из почти 600 фамилий из дела номер 166 фонда 5.5.1 Национального исторического архива Республики Грузия. Вот. И касается всего Северного Кавказа. Ну что, давайте посмотрим, как эта штука работает. Ссылочку, собственно, на эти графики я прикреплю в комментариях, при закрепленном комментарии к этому видео оно будет доступно. Итак, поехали. Итак, заходим по ссылочке. Вот такая вот ссылочка будет, вот как здесь вверху. Сейчас видно. По ней откроется вот такой вот график. Но откроется он в таком окошке сразу, если вы, тем более, с ноутбука смотрите, поэтому нужно будет вот здесь вот упуститься вниз. И вот здесь внизу справа такая кнопочка такая вот, есть прямоугольничек такой нажать его, и тогда он откроется на полный экран. Ну, если у вас монитор большой, то в принципе проблем не будет, вы на мониторе нормально все увидите. Итак, вот такие вот графики. И что ж тут есть у нас? Значит, в первую очередь, давайте по левому краю пойдем. Значит, что здесь можно смотреть? Здесь справа карта, здесь вот синеньким, голубеньким обозначен регионы, откуда высылались. Там, значит, их... Ну, основные-то, понятно, что три региона. Четыре, точнее, регионы. Это будет Кубанская губерния. Ну, губерния, говорю. Кубанская область. Значит, Терская. И Дагестанская, и Закатальская. Закатальская. Ну, это губерния, да, назывались там. Значит, все остальное, это там мелочи, какие-то единичные случаи, которые там, ну, бывают, встречаются. Ну, это посмотрим. Сейчас я объясню, что и как. Значит, и куда слались вот этим розовым обозначенным. Ну, тут, как видите, вот эти внутренние части и Сибирь. Сибирь здесь можно, вот, зажав shift, например, вот, двинуть вправо и посмотреть. Ну, здесь собирательность Сибири есть в целом. Есть более конкретно, там, вот, Забайкальская область, Кургутская губерния. И Восточная Сибирь это тоже такой собирательный образ. Там они как-то распределялись, но в деле точной информации по этому поводу нет. Вот. Значит, что здесь важно посмотреть? Давайте отсюда начнем. Ну, количество преступлений, да, то есть мы можем посмотреть, сколько преступлений в какой области было совершено по этим документам и в какой период. Ну, видите, по графикам здесь вот есть такие выбросы. Вот здесь особенно хорошо видно вот эта часть голубеньким, голубеньким из Кубанской области. Вот здесь вот прям скачки такие в 63-64 годах. Это, собственно говоря, вот связано с военными действиями в Закубании. Когда изгонялось население, то есть массово военнопленные сдавали, ну, типа, семьи какие-то в плен брали целыми углами людей. И их, как военнопленных, какое-то время слали на пункты в Новочеркасск. Наш определительный такой вот пункт, который с 1847 года таким он был. И дальше определяли в какие-то там дальние, там, более дальние губернии. Но по Кавказам, по военнопленным их обязаны были три месяца сначала выдержать на Гауптвахте, там, где захватили, для того, чтобы обменять их на русских пленных. Такая логика была. Значит, ну, поскольку в конце войны такая логика уже ломалась, ну, то есть их после этого, если не обменяли, тогда их ссылали дальше через Новочеркасск и далее распределяли. Но это обычно не очень большие сроки. А весной 1864 года эта логика поменялась. Вот после февраля последний скачок такой военнопленных. И дальше логика меняется, поскольку российские военные захватили уже западную Черкесию, то начали даже всех, кто оставался, селять вот в эти вот аулы, окруженные казачьими станицами возле Кубани. И, соответственно, логика пропала вот эта вот и обмена на пленных, и ссылки куда-то еще. Если ссылку можно было фактически в этом ауле провести. То есть оставшись там где-то и есть. Поскольку, как бы, типа, вредного влияния уже не на кого было вести, потому что всех остальных либо убили, либо выдавили в Турцию. И вторая еще история, это вот Закатальская. Закатала это у нас современный Азербайджан. То есть, по сути дела, территория, как бы, исторически там это Южный Дагестан. То есть там было Закатальское крупное восстание в 1863 году. И вот в 64-м, 65-м приговоры по нему выносились. Значит, всех зачинщиков там приговорили к срокам разным и ссылали. И здесь она просто точкой обозначена. Поскольку конкретно вот большой участок здесь у нас приговоров в один месяц произошло. В июле 64-го года. Так вы можете нажать на любой вот область Дагестанская. И увидеть здесь прям с циферками по каждому месяцу, сколько было в совокупности совершено преступлений, согласно этому делу. Вот. И здесь на карте сразу же будет подсвечиваться, значит, кто куда ссылали из Дагестанской губернии. В Дагестанской области, значит, сразу видно, что Сибирь и Урал, они такие красненькие. То есть это вот высокие сроки, довольно большие сроки или навсегда, пожизненные. Ну, здесь условно 15 лет обозначено, но по факту это просто писалось навсегда, бессрочно. Здесь вот Катаальская вот подсвечена, Кубанская вот подсвечена, да, у нас здесь тоже боевые действия активные 61-62-го года были тоже военнопленные. Вот. Ну, и, ну, как бы Кутаиси здесь условно, Персия, Кутаиси и Тифлисская здесь там, ну, Тифлисская единичная, Персия вообще не попали с Кутаисской. Там по одному преступлению там неизвестная судьба, поэтому и нет линии, куда ссылали. Ну, и Терская, конечно, это центральная часть. Есть и неизвестные, это тоже важно иметь в виду, что, ну, всего несколько штук, где у нас данных нет. Ниже идет, значит, преступление по срокам и типам заключения. В левой колонке здесь вот именно преступления, которые были совершены и по которым были вынесены решения о пожизненном заключению. Вот здесь можно увидеть количество в совокупности из таких преступлений совершенных, да. Вот так вот, пролистав вниз. А в правой колонке это вот преступление, по которым был какой-то определенный срок. Вот здесь по шкале можно увидеть от 1 до 15 лет, ну, и можно посмотреть и так тоже. Тут видно по записи, там, 4,5,5,5 лет и так далее. И правая карта, здесь тоже мы, вот, допустим, выберу бунт, да, вот так, все. Мы смотрим, значит, по бунту мы посмотреть можем по конкретным областям, где какая динамика была бунтов. Вот видите, она увеличивается в Дагестане, да. И здесь по бунтам как ссылали конкретно. Ну, и так далее, по убийствам, там, например, по воровству и так далее. Ну, и самое главное, вот этот график здесь, здесь тоже подписано все, кто, что, как, почему, цветовая шкала, что означает. Тут важно что? Понятно, что можно навести на каждого и посмотреть более подробные детали, то есть прям по каждому ссыльному. Ну, для удобства можно делать вот так. Здесь у нас тоже самое этничность, вы можете выбрать, здесь я, ну, здесь, смотрите, как, all, это все сейчас выбраны. Я здесь немножко подредактирую, здесь будет неизвестно и будет кнопочка принять еще. Ну, вот, Абадзех, уберем, Абадзехи, кто у нас. И смотрим всех Абадзехов. А, ну, здесь у нас сейчас их нет. Ладно. Абадзехов. 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 Вот Абадзехов, например, да. Вот они у нас высветились, Абадзехов. Кого, куда сослали, и тут имя конкретно, да. И что, когда было совершено преступление, когда вынесем приговор, какой приговор был, за что, место ссылки, сроки. И внизу очень важные три колоночки. Ссылка исполнена, тру, это значит, ну, тру да, а фалс нет. То есть ссылка исполнена, да. Ссылка в процессе отменили, нет, не отменили. Не фалс. Сыльный выжил, да, выжил, тру. И так далее, да. Тут вот Сыльный не выжил, погиб в пути. И так можете так посмотреть по всем. Плюс, также отдельно по регионам можно сделать. Здесь вот выбрать по типам преступлений. То же самое, что и тут. И самое главное, имя Сыльного. Тут вы можете выбрать прям конкретного человека. Вот из этого огромного списка. Ну, не знаю, давайте так вот. Какой-нибудь Силим Хурш. Так. Значит, его здесь нет на карте. Ладно. Абдула Хажиев. Вот. Смотрим. Вот он в Сибирь был сослан. Абдула Хажиев. И можно посмотреть, кто и что, и почему. То есть, ну, потом вот так кнопочку нажали, фильтр отменился. И все. Или выбрали все опять. В общем, вот такая вот карта. Очень удобная. По ней можно вот прям просматривать конкретные судьбы конкретных людей. Конкретных ссыльных горцев из территории Северного Кавказа. Пользуйтесь в свое удовольствие. Пишите, кстати, отзывы, комментарии. Может быть, что-то улучшить, подкорректировать. Я буду рад любой обратной связи. Потому что этот график можно еще как бы немножечко пролезать. Сделать еще более удобным. Нужно понимать, что именно хотелось бы в нем увидеть еще дополнительно. Или наоборот поменять. Ну, на этом все. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Делитесь с друзьями. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok